Здравствуйте! До этого мы удаляли неудаляющиеся папки или файлы. А теперь давайте попробуем восстановить удаленные папки или файлы, которые мы по ошибке удалили. Для этого будем использовать две программы. Одна iSlogic BootSpeed и вторая Require. Давайте с первой начнем. Итак, начинаем. Две папки образцы я поставил. В первой папке находятся вот такие изображения. А во второй те же самые изображения, только они заархивированы. Давайте мы сейчас попробуем это расширение RAR файла удалить. Удаляем ее безвозвратно. Я нажимаю Shift и плюс Delete. Да, безвозвратно она удаляется. Все, ее в корзине нет. Как видим, корзина пустая. Закрываем. И будем искать теперь. Открываем программу Require. И запускаем ее. Если мы знаем, где она находится, то все равно лучше все файлы включать. И чтобы все папки нам не просматривать, я сразу укажу место. Пусть будет этот диск C и можно указать даже рабочий стол, чтобы быстрее это все было. Вот, рабочий стол. Окей. Далее. Начинает идти поиск. Вот это удаленное расширение RAR файла нашлось. Нажать восстановить здесь. И создаем папку, куда будет перемешено это расширение. Давайте мы это сохраним на диске D. У меня там есть новая папка. Диск D. Новая. Все. Там оно уже сохранено. Закрываем эту программу. И давайте мы проверим, есть ли там в этой папке уже этот файл. Так. Диск D. Папка новая. Вот он. Этот файлик. Мы его назад все оставим. Давайте попробуем сейчас удалить из этой папки один изображение. Все вот эти изображения выделяю. Нажимаем Shift и Delete. 7 штук безвозвратных. И проверим, найдет ли программа RQA или нет. Все файлы. Да. Указано в месте. C. Идет поиск. Все. Вот видим, какое количество файлов выдала данная программа. Из-за этого количества необходимо выбрать те файлы, которые были удалены сейчас. Так как эти изображения были удалены с рабочего стола, то мы отмечаем сразу те места, где видим, что на рабочем столе эти находились до удаления изображения или файлы. И проставляем. Где утрачен можно не стать, это бесполезно. А где хороший или отличный, те, конечно, будем проставлять. Все, дальше уже идут другие файлы. Поэтому я вот эти выбранные восстановить. Так же самое на диск D. Новая. Ок. Закрываем и просматриваем. Диск D. Новая. Как видим, все эти изображения восстановлены в эту папку. Теперь проверим еще другой программой. Asluxx Boot Speed, как она будет работать. Выделяем все эти. И помещаем ее в папку номер 1 так же. Помещаем. Все поместили. Вот они. Все эти изображения. Шесть штук. И теперь я их опять же выделяю все. И удаляю так же. Shift плюс Delete. Шесть штук. Да. Все. Удалились эти. Безвазоратная корзина пустая, как видим. Открываю эту программу. Asluxx Boot Speed. Восстановление файлов. Выбираем тут диск. С какого. Так как у меня на рабочем столе были эти изображения удалены. Поэтому отмечаю здесь диск C. Ну и корзина пусть будет. Далее. 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 Поиск. Вот по дате видим, что она здесь неправильно как бы стоит. Дата. Ну написано рисунок, рисунок, рисунок. Давайте мы их выделим и посмотрим. Они это или нет. Три. Четыре. Пять. Пять рисунков. Вот еще один. Есть рисунок. Еще этот. Берем. Где еще есть рисунок написано. Все. Больше найденных файлов в виде рисунка не найдено. Нажимаем действие. Восстановить выбранное. Диск D. Новая папка. Ок. Открыть папку. Все. Как видим, все эти шесть рисунков или шесть изображений находятся в этой папке. Вот так. С помощью программы каждый сможет быстро найти потерянные или случайно удаленные файлы или папки. Случайно нами удаленный папок или файлов с помощью таких программ можно попробовать восстановить их. В большинстве случаев это все получится. Чтобы воспользоваться этими бесплатными программами, ссылка будет дана внизу. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания. До свидания. До свидания.